Новообразование кожи Присутствует у каждого человека Практически нет ни одного человека У которого бы не было ни одного пятнышка Или ни родинки Или не появилось бы образование Которое может развиваться В более старшем возрасте То есть родинки, даже обычно наши родинки Это уже новообразование Конечно, они могут быть как врожденные То есть появляться уже в первый год рождения Или ребеночек может иметь на своей коже Сразу после рождения Эти образования Но все образования это опухоли А вот доброкачественные они Или недоброкачественные Это уже вопрос второй Если вообще, ну мы можем говорить о том Что новообразования опасны Конечно Все новообразования Они в той или иной мере Они опасны Даже если изначально они доброкачественные Мы понимаем, что могут находиться В тех местах, где периодически травмируются Это зона ремня Шлейчик, бретельчик у девушек И зона, где растет волос При расчесывании можно травмировать Такие образования И есть риск перерождения в таких случаях Поэтому даже если изначально Образование доброкачественное Есть шанс, что может стать злокачественным Ну от этого, из этого можно сделать такой вывод Что, наверное, нужно наблюдать у врача Конечно Если новообразование появилось в течение жизни Оно требует обязательно осмотра Если новообразование очень много на теле Периодический профосмотр должен проходить пациент Как часто, это уже другой вопрос Некоторые случаи предусматривают раз в год посещение врача А в некоторых даже раз в полгода Но есть же какие-то приемы самообследования То есть на что обращать внимание нашим зрителям? Вы знаете, самоконтроль Это, наверное, самое надежное и правильное Что может сделать сам пациент Осматривать образование необходимо периодически Хотя бы раз в неделю Те, которые доступны обзору Человек может осуществлять этот осмотр самостоятельно Но есть зоны, которые, к сожалению, мы не видим Это спина, это затылочная зона На волосистой части головы Поэтому в таких случаях необходимо подключать родных, близких Чтобы помогали в осмотре На что смотреть? На что смотреть? В первую очередь на то, как ведет себя образование Меняет ли оно форму? Изменяет ли цвет? Насколько ровны его края? Появляются ли какие-то изменения на поверхности В виде корочек? Или, возможно, какие-то сосуды могут разрастаться? Поэтому вот это самые главные критерии Которые должны поднять тревожность у пациента И это будет поводом для обращения к врачу Ну, знаете, как показывает практика И очень часто мы с этим сталкиваемся Я думаю, что вы тоже сталкиваетесь Люди боятся Особенно, особенно если стоит диагноз онко Страшно бояться идти к врачу Услышать какие-то подтверждения своим опасениям Всегда ли изменения в родинках, но в образованиях Это предвестники страшного диагноза? Конечно же нет Это не повод бояться и не обращаться за медицинской помощью Потому что многие образования Которые появляются в течение жизни Они могут увеличиваться в размерах Но это совсем не свидетельствует О каких-то злокачественных перерождениях И не стоит в таких случаях совершенно Прибегать к народным методам лечения Игнорировать эту проблему Лучше прийти на осмотр И чаще всего просто успокоиться И жить с этим образованием дальше Вы с самого начала программы сказали о том Что приближается летний сезон Сезон загаров и пребывания на солнце И что это как-то повлияет на состояние кожи И как раз на появление новообразований Солнце влияет, да? Инсуляция, к сожалению, на сегодняшний день Все-таки уже доказано, что влияет негативно И это самый важный фактор Который приводит к перерождению новообразования Поэтому обладателям множественных образований на коже Мы всегда рекомендуем использовать солнцезащитные средства Это в первую очередь Но надо помнить, что солнцезащитные средства Они имеют срок действия на коже Не всегда есть возможность регулярно их наносить Необходимо помнить о том, что есть еще другие методы защиты Это механическая защита Это одежда, это шляпы с широкими полами Это режим отдыха на инсоляции Это первая половина дня и вторая половина дня То есть не выходить в пик солнечной инсоляции Это с 10 часов до 15 часов А выбирать другое время для отдыха Солярий, к сожалению, на сегодняшний день уже запрещен В медицинских кругах полностью для использования Мы не рекомендуем Конечно, юридически мы не можем говорить о том, что солярий полностью запрещен Но врачи рекомендуют избегать солярия Так как риск повреждения новообразования этими лучами очень высок Спасибо, Олесь Очень важно это было услышать Я надеюсь, что услышали наши телезрители А почему это бывает, что одного человека Ну вот прям много и родинок, и пятнышек, разных цветов А у кого-то совершенно чистая кожа Мы можем сейчас обсуждать разные новообразования Если это генетически предрасположено Так на это никак не повлиять Все-таки мы рождаемся с определенным уже геном С определенной программой И рано или поздно те образования, которые заложены в нашей коже Они проявят себя Это может быть и ранний детский период Это может быть уже и более взрослый возраст Но есть и другие новообразования, которые мы приобретаем в течение жизни Это кератомы доброкачественные Это папилломы И вот они тоже могут иметь какое-то количество на коже И несут такую неприятную эстетическую нагрузку внешнюю Поэтому такие образования желательно удалять И чем раньше мы начинаем удалять Чем они меньше в размерах, меньше в количестве Тем более такой хороший эстетичный прогноз для состояния кожи К какому врачу обращаться-то нужно? Только к дерматологу Только к дерматологу Только к дерматологу или к дерматоонкологу В зависимости от того уже, какое образование Если речь идет все-таки о папилломах, о кератомах Дерматолог имеет право удалять В некоторых случаях можно их и без гистологического исследования удалять Если речь идет уже о пигментных новообразованиях Все-таки это удаление проводится с гистологией И не всегда дерматолог может быть компетентным При осмотре он имеет право перенаправить такого пациента к дерматоонкологу А вообще как проходит прием у такого врача? В первую очередь это осмотр и сбор анамнеза Доктор должен выяснить, когда появилось образование Как оно ведет себя, насколько у него быстрый рост И, конечно же, сделать дерматоскопию Просто смотреть на образование без дерматоскопии на сегодняшний день Это в любом случае, пришли с какой-то проблемой Обязательно у вас должны посмотреть дерматоскопы, да? Конечно, да Дерматоскоп имеет большое увеличение И в нем можно прекрасно рассмотреть и сосуды И наявность пигмента, и вид этого пигмента И уже по дерматоскопическим признакам Поставить предварительный диагноз Окончательный диагноз мы, конечно, уже получаем В виде гистологического заключения Но даже с помощью дерматоскопа Мы можем предварительно заподозрить Уже перерождение в злокачественный процесс И вот пришла к вам на прием пациентка Пациенты, есть какое-то новообразование Вы видите в дерматоскоп, что оно вам известно, понятно И вы можете сразу удалить его на месте? Да, если речь идет о доброкачественных образованиях Его можно удалять с помощью радиоволны, с помощью коагулятора И в таких случаях мы можем отправить его на гистологию А выбор чем удалять? За кем? Только за врачом Только за врачом и за видом того образования, который То есть это не просто модное веяние А вы понимаете, что в данном случае Нужно применить там такой-то способ? Конечно, а в некоторых случаях необходимо использовать экстезионные биопсии То есть удаление с помощью скальпеля Ни в коем случае нельзя выжигать Поэтому если доктор-дерматолог владеет такими техниками Он их применяет Если нет, отправляет на осмотр и дальнейшее удаление к дерматоонкологу Болезненная процедура, кстати? Совершенно нет Потому что есть различные анестезии Могут быть и аппликационные, и инфильтрационные Чтобы полностью сделать этот процесс безболезненным А заживление потом долгое? Это зависит уже от глубины удаления И от размера этого образования В среднем это занимает от 7 дней И может длиться до 2-3 недель Скажите, в домашних условиях Очень же многие появляются там какие-то бородавочки Все это пошел, купил там сок чистотела, прижег И нормально решил вопрос Ну если речь идет о бородавках Каких-то угроз для жизни Или таких значимых косметических неприятностей После таких удалений, к счастью, нет Речь об неэффективности, да, она важна Она очень актуальна Потому что это затягивание процесса И рано или поздно все равно Такой пациент приходит к врачу Но уже не с одной бородавкой, а с множественными Но если речь идет о других новообразованиях Это могут быть пигментные родинки Это могут быть обычные папилломы То желательно их не удалять в домашних условиях Почему? В первую очередь при удалении Различными химическими компонентами Могут оставаться грубые рубцы Но самое страшное это то, что Сам пациент, он не может точно знать Какое образование у него на теле Вот это страшно Что под видом бородавки может что-то другое Конечно И многоликие очень образования И могут в виде папилломы Или в виде какого-то бесцветного неуса Быть даже меланомы Они не всегда пигментные И в таких случаях это угроза жизни для пациента Поэтому ни в коем случае Никуда руками не лезть Ни в коем случае в домашних условиях не удалять Если нет желания удалять у врача То хотя бы необходимо подойти на прием И узнать точно какое образование на теле Ну а кстати папиллома Уже неоднократно прозвучало это слово Такое, знаете, боятся очень многие Что-то раз и навсегда Удаляя не удаляя они все равно Ну к сожалению да Если мы носители этого процесса То к сожалению раз и навсегда От них избавиться невозможно Мы удаляем только те папилломы Которые появились Но это совершенно не стопроцентная гарантия Что новые не появятся Поэтому периодически надо обсматривать свое тело И если есть хоть малейшее проявление папилломатоза Желательно на ранних этапах удалять эти образования Пока они маленькие Пока они плоские или имеют небольшую ножку Их можно удалить совершенно без рубцовых изменений на коже Если они уже большие Могут оставаться маленькие рубчики Они маленькие в виде пятнышек Они смотрятся так благоприятно косметически Но они выглядят все равно лучше чем Конечно Поэтому чем меньше образование Тем лучше будет прогноз после удаления Лизь смотрите Мы вот с вами поговорили на что обращать внимание За поведением своих родинок А какие проявления у новообразования Которые появляются Не врожденные А вот которые появляются На что смотреть Появляются в каком возрасте Это очень важно Если это детский возраст Мы менее забеспокоены Если это уже старше 20-25 лет И появляются новые образования Обязательно необходимо Подойти к врачу на осмотр Но как они себя ведут Они появляются быстро И как правило Они отличаются цветом От других образований Которые есть на коже То есть даже просто Проявление цвета на коже Даже если нету там никакого Бугарка Конечно Даже если это небольшое пятнышко Все равно необходимо Обратить на это внимание И посоветоваться с врачом Такие образования Они называются гадкими утенками Даже есть такой признак В дерматологии Гадкий утенок Это появление образования На чистой коже И если речь идет О такой самой агрессивной опухоли Как меланома То вот многие случаи Все-таки указывают на то Что образование не развивается С тех родинок Неусов Которые есть на теле А появляется на чистой коже С нуля, да? Изначально Да Какие-то зуд Что еще? Какие проявления есть? При активном росте Могут быть Такие вот Симптоматики Симптоматика может быть Такая в виде зуда Побаливание Покалывание Но если это образование большое Если оно маленькое Никакой симптоматики Не проявляется Совершенно А предотвратить Как-то можно Появление новообразований? Если это генетический И доброкачественный К сожалению, никак Но если мы говорим О злокачественных образованиях Вновь появляющихся То, конечно, вот те Меры предосторожности Которые мы сегодня уже проговаривали Они очень важны А может ли свидетельствовать Появление новообразований О сбое работе Какого-то органа внутреннего? Если рассматривать Самые частые Вот эти доброкачественные Образования В виде папиллом То да Состояние иммунной системы Очень важно Наша иммунная система Зависит от работы Внутренних органов Это и щитовидная железа И желудочно-кишечный тракт А еще очень важно Шелушивание кожи Если нарушается Кератомизация Плохо шелушивается Роговой слой То это благоприятный фон Для их появления Поэтому Организм Функционирующий Правильно И если полностью Человек здоров Новообразований Нежелательных на теле Как правило меньше А злокачественные Можно как-то распознать Самостоятельно Без анализа Когда мы уже говорим О том Что сам пациент Приходит С подозрением На то Что у него Злокачественное Образование Это уже те стадии Которые К сожалению Могут заканчиваться Летально Поэтому не надо Дожидаться Того момента Пока Уже будет ясно Что это что-то Не то с образованием Когда уже Значительно Изменяется Симметричность Когда уже Появляется Бугристость Это уже Агрессивность Опухлевого процесса Поэтому да Это все реально Заподозрить И заволноваться Можно Но лучше Конечно До этого момента Ситуацию не затягивать И обращаться на ранние На самых ранних стадиях Конечно Если вы увидели Что есть Какой-то новый элемент Новое пятнышко На теле Лучше подойти И провести Дерматоскопию А использование Косметики Кремы Всевозможные Каким-то образом Влияют на перерождение На появление Может быть Некачественная косметика Тоже имеет отношение На появление Думаю, что нет Если речь идет О злокачественных Новообразования Но Раздражающие компоненты Наносить На уже имеющееся Новообразование Категорически нельзя Это кислоты Это гидрохинон Ретинол Мы часто используем В косметических Процедурах В своей работе Такие компоненты И назначаем Их домой Но если доктор Который назначает Эти средства Видит, что Очень много Невусов На зоне их применения Надо задуматься Нужны ли они В принципе В уходе Это важно Когда Вы обращаетесь К специалисту Но Многие Потребители Покупают Эти средства Самостоятельно Даже не задумываясь О том Что нельзя Наносить на все Лицо Если есть Образование В этой зоне Ну а там Тональным кремом Прикрыть родинку На лице Многие так делают Это совершенно Безопасно Поэтому Конечно Можно Можно, да? Да И такой еще вопрос Тоже про онкологию Если уже была В анамнезе Онкология кожи В дальнейшем Есть ли какие-то Нюансы по косметике На что стоит Обращать внимание Тоже мы Исключаем все Эти агрессивные Компоненты Которые Проникают Глубоко И вызывают Какие-то Процессы В середине Дерма Но Если Онкологический Процесс В анамнезе Мы должны Задуматься О процедурах Которые Проводятся В косметических Кабинетах Или в клиниках Если Пациент Хочет Инъекцироваться Многие Из препаратов Противопоказаны Это в основном Те, которые Оказывают Активную Стимуляцию На клетку Поэтому В течение Первых Пяти Лет Необходимо Обязательно Советоваться С врачом Онкологом Который Удалял Образование И который Знает Окончательный Диагноз И его Прогноз Ну а в целом Прогнозы По онкозаболеваниям Кожи Утешительные Или негативные Зависит 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 От Этапности Обращения Если Это Ранние Сроки Конечно Прогнозы Благоприятные Если Это Затянутые Процессы Уже С Прорастанием Глубокие Слои Или Появление Метастазов Это Более Сложные Процессы Поэтому О прогнозах Тяжело Говорить Всегда Профилактика И Ранние Обращения Это Залог Успехов Лечения Смотрите Мы сегодня Поговорили с вами Что надо Избегать Пребывания На солнце Защищаться Использование Агрессивных Средств Какие-то Может быть Еще есть Нюансы На что Нужно Обращать Внимание Чтобы Не допустить Перерождения Родинки Это Травмы Мы уже Не говорили Но давайте Еще раз Вспомним Что Травмы Особенно Такие Незначительные Длительно Текущие Хронические Они Не должны быть Если Вы видите Раз в местах трения Или в опасных Зонах Где Периодически Можно задеть Расческой Или Травмировать Полотенцем Эти образования Необходимо Удалять И всегда С гистологическим Исследованием Ну если сказать При наших Мамах Там Или бабушках Фразу Надо удалять Родинку Они потеряют Сознание Скажут Что родинки Трогать Ни в коем случае Нельзя И все Это сразу Жирок кожи Ну вот Этот миф Он до сих пор Очень распространенный В нашей среде И мы стараемся Его развеивать Почему Он вообще Появился Этот миф Потому что Раньше Не так часто Обращались К врачу С образованиями И когда уже Первичное Обращение Было То на тех Этапах Когда действительно После удаления Возможно Не удавалось Спасти жизнь Пациенту Поэтому Вроде бы как Просто родинка А заканчивается Летальным исходом Но Это в тех случаях Когда действительно Обращение Позднее Поэтому Корень Вот этих Мифов Как раз От Не Не ответственности За свою жизнь Поздних обращений Если обращаться На ранних этапах Родинки Все Совершенно Доброкачественные Если они удаляются Никогда В коже В дальнейшем Не вызывают Онкологические Процессы А стоит ли удалять Родинку Может ли позволить Себе человек Удалить родинку Если она беспокоит Его просто С эстетической стороны Никаких проблем С ней нету Не растет Не перерождается Не чешет Не травмируется Просто не нравится Вот как правило Чаще всего С таким запросом К врачу Дерматологу Или косметологу И обращаются В основном Беспокоят Эстетический Вид образования Это открытые зоны Но не всегда После удаления Мы получаем Тот эстетический Результат Который Удовлетворял бы Самого пациента Потому что Многие образования Они залегают Глубоко И после их удаления Может остаться Небольшой рубчик Поэтому здесь Необходимо Четко взвешивать Что важнее Или наличие Небольшого рубца Или наличие Вот этого образования С которым Обращается пациент Можем ли обозначить Еще какой-то Цветотип Человека У которого кожа Она более подтверждена Будет Появлением Новообразования Всем известно Что чем больше Меланина в коже Тем больше Защиты Имеет Организм От ультрафиолета Поэтому В первую очередь Следить За своими Образованиями Вновь появившимся И те Которые есть на коже Должны люди С первым и вторым Фототипом И обязательно Это светлая кожа Светлая кожа Светлые глазки Светлые волосы Вот это Характеристика Таких фототипов И в таких случаях Всегда необходимо Использовать Солнцезащиту Даже если Это в условиях Города Или прогулки По набережной Все равно Солнцезащита Должна обязательно быть И деткам Обязательно нужно Детей тоже Защищать Самого рождения Деткам Самого рождения И я еще возвращаюсь Дополнительно К механической защите Очень важно Когда на пляже Тело ребенка Прикрыта Какой-то тканью На голове Есть какой-то Головной убор Это лучшая защита Ну и в тени нахождения Как бы Нам не рассказывали Производители косметики Что Солнцезащита Держится четко Два часа На теле Она активна В период этого времени Или что она Не смывается Полностью с тела Мы понимаем Что Все равно При контакте с водой Часть этого средства Уходит И активность защиты Снижается в разы Поэтому Необходимо В первую очередь Детей Не выпускать На солнце В яркий период Суток И обязательно Использовать Механическую защиту По поводу Средств Защиты От загара Скажите Пожалуйста Есть же Ценовая категория Какие-то Более бюджетные средства Более дорогие средства В чем разница Есть ли смысл Платить больше Ну В активности Препарата тоже Разница Может быть Но еще В тех компонентах В основе В качестве этих компонентов Которые присутствуют Поэтому Чем Крем дешевле Тем мы понимаем Что его Основные компоненты Вот те В которые положили Солнцезащитные компоненты Они могут То что транспортируют Да Вот кожу Да Основа Она может быть Более дешевая И как она влияет на кожу Это уже другой вопрос Она может быть И комедогенная Она может и вызывать Аллергические Различные процессы Поэтому Да Качественный крем Он не стоит Дешево И желательно Его приобретать Не в масс-маркете А хотя бы В оптичной сети Субтитры сделал DimaTorzok